Большой разговор с губернатором. Добрый вечер. В эфире программа «Главный о главном». Представляю ее участников. Губернатор Ростовской области Василий Голубев. Добрый день, Василий Юрьевич. Здравствуйте. И мои коллеги, главные редакторы холдинга «Дон Медиа». Анастасия Натальевич, главный редактор телеканала «Дон 24». И Инна Панфилова, главный редактор радио «ФМ на Дону». И я, Виктор Серпионов, главный редактор информационного агентства «Дон 24». Тема сегодняшнего разговора с губернатором Ростовской области. Тестовые матчи на Ростов-арене. Начало строительства Багаевского гидроузла. Эффективность взаимодействия власти и граждан. И 75-летие освобождения Ростовской области от оккупации. Ну и первый вопрос по праву задает руководитель телеканала «Дон 24». Анастасия Натальевич, пожалуйста. Василий Юрьевич, вопрос у меня такой. В апреле впервые протестировали Ростов-арену. Два матча состоялось. Как вы оцениваете организацию входа и выхода болельщиков из стадиона? Вопрос вроде бы простой, но в то же время, свежа в памяти еще история, когда в Москве реконструированный стадион «Лужники», а болельщики выходили два часа. У нас таких ошибок нет. Как мы сработали? Ну, во-первых, у нас есть ошибки. И не было критических ситуаций. И действительно, для этого и тестовые матчи, чтобы оценить возможности организаторов, подготовить их и провести. А если говорить о различного рода замечаниях, претензиях, их достаточно много, хотя основная масса людей высказала все-таки позитивные отклики об организации. Они, конечно, увидели новый стадион. И в то же время работы вокруг стадиона пока продолжается. Осталось совсем немного времени. Но если говорить об организации входа, выхода и транспортном обеспечении, то есть над чем поработать. И у нас возникли несколько узких мест. Буквально после этого мы проводили своеобразный анализ. Да, собственно говоря, этим занимаемся и сейчас. Что касается загрузки стадиона, то, конечно, основная часть загрузки приходится на последние минут 45, наверное. И это определенное напряжение создаёт. Например, автоматы, которые работают на входах, они ведь продолжают тестироваться. И мне сегодня говорят люди, что когда человек прикладывает свой входной билет, то примерно 5 секунд ждёт входа. Это много. Сейчас работают специалисты над тем, чтобы это время сократить, например, до 2 секунд. Затем, если говорить о маршрутизации так называемой, необходимо более чётко отработать взаимодействие наших волонтёров. Если человек к нему обратился, он должен точно направить его туда, где находится его сектор. Такие ошибки тоже были, люди об этом говорили. Нужно основательно, я бы сказал, принципиально важно поработать над корректировкой и совершенствованием транспортного обслуживания людей. Потому что когда люди входят, это одна история. Когда начинают выходить, большое количество людей движутся по проспекту, по нашему, перед стадионом и попадают в узкое горлышко, подземный переход, который уже сейчас в результате эксплуатации показал, что это проблема, которая требует внимания. Когда люди из него выходят, достаточно узкое пространство в сторону Меги. Нам предстоит эту зону расширять, чтобы люди шли, говорят, ни плечом, плечом, а достаточно свободно. Но на следующий матч, на матч открытия 13-го числа, появятся новые элементы, которые требуют внимания. Открылся новый парк. Люди наверняка будут, имеют возможность там находиться какое-то время до матча, гулять, отдыхать, а потом спокойно прийти, значит, на стадион. Откроется зона стоянок автомобилей или шаттлов у акватории, которая была не задействована в этот период времени. Это тоже требует внимания и отладки. Мы будем использовать одну часть Ворошиловского моста для пешеходной зоны. Это тоже добавит внимания и нам нужно будет правильно распределить потоки людей, чтобы они спокойно, не торопясь, пришли к стадиону. То есть каждый элемент требует отладки. Для этого, собственно говоря, прошли два матча и третий матч, который будет при полной загрузке стадиона. Предстоит полностью включить все системы. Кроме этого, должна быть отработана правильно работающая связь и на подходе к стадиону, и во время нахождения человека. Нужно отработать систему питания, которая тоже находится в тестировании. И из 36 пунктов питания пока работало только 13. И так далее, и так далее. То есть, знаете, вопросов так много, что практически мы перешли на ежесуточный режим работы, когда анализируем то, что сделано за текущий день, определяем проблемы не решенные, корректируем планы на следующие сутки. Так в течение ближайших 40 дней нам предстоит работать до чемпионата и, конечно, в период проведения чемпионата. Там многое изменится. Здесь мы работаем по, образно говоря, своим правилам, но тем не менее это РФС, и они определяют порядок, правила, регламенты. Там будут работать правила ФИФА. Ну, например, человек не сможет подъехать на своем автомобиле на стоянке у стадиона. Это правило, которое на чемпионатах мира действует. Первое. Должна быть обеспечена нормальная пешеходная доступность людей. Второе. Будут работать автомобили-шаттлы, которые должны доставлять люди в разные части вокруг стадиона. И дальше люди двигаются непосредственно на Ростов-арену. Мы должны будем отработать не только по количеству шаттлов, но и по качеству их работы. Если в этот раз они двигались с интервалом в 10 минут, на загрузку стадиона их работало от 30 до 40, а на выгрузку стадиона их работало 60, то дальше нам нужно будет, если нужно корректировать, мы точно будем увеличивать количество автобусов в этот период. Ну, вряд ли все скажешь. Тут нет мелочей, но количество вопросов, требующих внимания, очень-очень большое. Очевидно, что все, что было сделано до этого, несмотря на то, что громадный объем работы, сейчас это начало операционной деятельности. Фактически начало полной эксплуатации стадиона и, значит, учет всех проблем, которые сегодня должны быть решены за это время. Но, в целом, если сделать оценку, то команда, которая работала по обеспечению, справилась. Я считаю важнейшим элементом нашего плана подготовки, проведения, обеспечения безопасности людей. Он и остается главным. Конечно, сами люди должны быть всегда внимательны, но, тем не менее, все службы работали неплохо. И до начала был доклад. Я посетил наши места управления этими процессами перед началом последнего матча и затем после, в период, когда люди выходят из стадиона. Этот матч будет днем. Как мы понимаем, что люди воспользуются некоторыми новыми элементами благоустройства, такими как парк, прогулочные зоны. Ну, кстати, после чемпионата, и это уже отрабатывается, очевидно, изменится транспортное сообщение с этой зоной между центральной частью Ростова и между Ростовом. У нас появятся новые маршруты до Грибного канала, скорректированные маршруты, которые действуют. Это будем работать уже под людей, под их запросы, под то, чтобы это все было комфортно. Спасибо, Юрьевич. Насколько я знаю, у нас есть видео, вопрос как раз-таки по теме транспортной доступности к стадиону. Можно, если вывести на экран, пожалуйста. У меня есть вопрос такой, будут ли ходить шаттлы после чемпионата мира, после завершения чемпионата мира, а также на ростовскую арену. На самом деле, это как раз та часть транспортного плана. Как я уже сказал, будет скорректировано автобусное сообщение на регулярной основе. А в период проведения матчей мы, наверное, будем ориентироваться по ситуации. Подскажет сама практика. И, скорее всего, нам предстоит этот вопрос решать, потому что тот опыт, который мы наработаем сейчас, нам подскажет. Но доставка людей, если, например, по сути дела, от Садовой до стадиона можно сделать променад, пройти через Ворошиловский мост, прийти в парк, зайти на территорию, прилегающую к стадиону, к тому времени, уверен, что нам возникнет необходимость создания условий и у стадиона непосредственно. Человек должен выпить воды, мороженое скушать, может быть, просто отдохнуть и так далее. Но, как показала практика, скорее всего, такой элемент, как шаттлы, будет необходимо реализовать точно. Спасибо большое. Еще один футбольный вопрос, если позволите. Будут ли продолжены трансляции футбольных матчей на телеканале ДОН-24? Ну, насколько мне известно, ростовчане, жители области восприняли то, что на канале ДОН-24 транслируется игра, их команда любимая. Поэтому мы обязательно изыщем финансовые средства для того, чтобы трансляции были продолжены. Спасибо. Спасибо, Анна. Я думаю, мы временно футбольную тему отложим в сторону и перейдем к хозяйству Ростовской области. В апреле началась реализация, ну, пожалуй, самого спорного за последнее время проекта – это строительство Багаевского гидроузла. Первый камень заложен. Какие же аргументы перевесили в пользу этого строительства и какие глобальные проблемы должен решить этот проект? Ну, во-первых, надо сразу оговориться, что ни один крупный проект не бывает бесспорным. Он затрагивает интересы очень большого количества людей, территорий, и любое строительство – это, ну, если хотите, в некоторой степени дискомфорт, пока идет строительство. Затем, когда начинается эксплуатация, мы смотрим, как это повлияло на традиционную, обычную жизнь людей, на хозяйственную деятельность, да просто на каждого человека. Багаевский гидроузел из тех, кто вызвал действительно большое количество споров. И эти споры проходили, да и сейчас они продолжаются, люди разные версии обсуждают, проходили на самых разных площадках с участием жителей территории, которые рядом проживают, с участием экспертов, представителей науки, административных структур самых разных. Вы знаете, я вспоминаю 2015 год, когда мы в течение нескольких раз в течение летнего периода находились перед ситуацией, когда нужно было принимать решение об остановке сообщения транспортного судоходства, собственно говоря, на реке Дон. Мы не могли перевозить грузы при полной загрузке судов, мы должны были их просто перегружать частично, потом снова загружать, но ситуации не случилось, тем не менее были на грани. В то же время, если посмотреть вопросы, которые сегодня требуют внимания, я бы первым допросом поставил тот, который вызывает самые большие споры. Вопрос экологии, вопрос природопользования. И совсем недавно, когда мы министром транспортно проводили совещание, я в очередной раз к этой теме вернулся, сказал, он является приоритетным. Все мнения экспертов, ученых, людей необходимо учитывать при реализации данного проекта. Да, сейчас начинается подготовительная работа, но если посмотреть потенциально, что в результате изменится, или что получится, когда мы построим этот гидроузел. Я, кстати, хотел на одной теме остановиться, о которой более всего говорили о том, что будет очень большая затопляемость территорий. И сельхозугодие пострадает, вплоть до подтопления жилых домов, садовых домиков. Вот когда мы находились на церемонии закладки камня, уровень воды в этот момент был на 48 сантиметров выше, чем он будет, когда построят гидроузел. И в этот момент у нас не было ни одного сообщения о том, что подтоплены дома, что угрозам представлено сельхозугодие. И сейчас вода у нас выше находится, потому что поступление в Цемлянское водохранилище 2430 кубометров в секунду. Цемлянское водохранилище сбрасывает 1500 кубометров в секунду для того, чтобы регулировать уровень и в Цемле, и на протяжении всего бассейна. Но какие проблемы в этом случае решаются, на что мы надеемся? Во-первых, оздоровление Цемлянского водохранилища, что очень принципиально. Это потенциально не только самочувствие реки Дон, потенциально водоснабжение территорий прилегающих к реке. Это мелиорация, это рыбохозяйственный комплекс, это судоходство, экономика. И это вопросы, которые для нас очень принципиальны. Мы не можем поставить под угрозу порядка 2 миллионов человек. 2 миллиона в акватории Дона проживает на этой протяженности. Далее, когда говорят о потенциально затопляемых территориях, просто скажу одну цифру. Территория самого объекта в зоне его строительства занимает 341 гектар. Потенциально подтопляемые территории, это чуть больше 800 гектар. Но среди них нет сельхозугодий, нет населенных пунктов, которым может это угрожать. Ну и, собственно говоря, создаются все условия для того, чтобы сохранить рыбные запасы. И тот нерестовый канал, который будет построен, он был представлен специалистами отдельно, он достаточно уникальный. Там рыба не только может проходить, но и нереститься непосредственно в нем. Поэтому вот за этими вопросами экологии, природопользования, сохранение нашей биосферы в зоне строительства мы будем следить отдельно. И об этом знают и строители, и знают подрядчики, и знают те, кто этим занимается. И федеральное агентство, и министерство транспорта вопрос на контроле это держит. Держит достаточно крупный объект, которых мы давно не строили. Порядка 10 лет назад у нас был построен Кочетовский гидроузел. Но в данном случае он учитывает все возможные изменения и возможные риски. Будут построены специальные дамбы, которые будут защищать от того, чтобы мы не затопили лишние территории. Кроме этого, я точно знаю, об этом мы говорили на последней встрече, это наши требования, условия, решение вопросов социального характера в зоне строительства. И строители сразу же ответили на этот вопрос, что они планируют дополнительно построить водозаборы для того, чтобы потенциально обеспечить водой прилегающие к этой зоне населенные пункты. Я думаю, что это потребность, которую тоже нужно решать. Мы будем решать вместе с федеральными структурами. И в своей областной государственной программе запланируем, как только будет сделан проект, реализацию этой задачи на данных территориях. Я знаю, что у нас есть еще один видеовопрос, но фактически вы на него ответили уже. Но может быть там какие-то детали. Давайте посмотрим. Уважаемый Василий Юрьевич, жители ближлежащих населенных пунктов опасаются подтоплений. И в связи с этим невозможностью вести сельское хозяйство из-за осолонения почвы. Какие меры предусматриваются для минимизации риска? Если некоторые подворья пострадают, предусматривается возможность компенсации? Ну мы, я действительно частично этот вопрос ответил. На самом деле компенсационные меры предусматриваются всегда, когда страдают подворья и в том числе сельскохозяйственные угодья. Второе, я знаю из мер, которые предложены сегодня, такого мы не ожидаем в случае завершения строительства. Более того, например, мы говорим о том, что пострадают подворья или сельскохозяйственные угодья. Например, если пострадает рыба, так называемый ущерб. И это при любом строительстве существует. Предусмотрен выпуск молоди в достаточном объеме и количестве для того, чтобы восстанавливать наши рыбные запасы. И, собственно говоря, для правительства Ростовской области тема сохранения водно-биологических ресурсов, создания условий для развития топшли и рыболовства на территории Ростовской области, она остается одним из приоритетов. И сегодня это есть в государственной программе. Но в данном случае, учитывая беспокойство жителей, которые возникают постоянно в ходе обсуждения, эти вопросы в ходе реализации проекта будут выделены отдельно. Спасибо. Василий Юрьевич, остаются ли еще вопросы у противников проекта? Ведь тогда, в их числе, авторитетные ученые прогнозировали, что не менее экологической катастрофы, как минимум, многие виды рыб могут погибнуть. Погибнуть, как решать? Две точки зрения. Ученые говорят, что возможно ущерб, я бы слово «катастрофа» здесь не употреблял, потому что по информации специалистов, экспертов, как раз они так не считают. Есть те, кто говорят, что меры, которые предложены при реализации, и проект, который разработан, сегодня обеспечивают полную компенсацию того, что мы сделаем для сохранения рыбы, сохранения сельхозугодий и так далее. Поэтому, как я уже сказал, строится защитных сооружений, дамп, установка специальных насосов для перекачки воды в случае необходимости и так далее. Так вот, когда идет спор, я убежден абсолютно, что он будет продолжаться. Это нормально. Необходимо просто точно доказывать, людям не нужно врать, людям нужно точно говорить и объемы поднятия воды. Как известно, дамба изначально должна была быть 2,80. В результате обращения людей, которые говорили об угрозах, ее опустили до двух метров. И как я сказал, что она сегодня в нынешнем положении выше того уровня, чем она будет, когда будет построен гидроузел, я своими глазами посмотрел и видел это из вертолета, потому что мы туда двигались непосредственно остров, где закладывали камень. Я на автомобиле проехал, я увидел, что, в общем, эта ситуация достаточно нормальная, хотя сегодня каждый день мониторится ситуация по состоянию на 10 утра, каждый день мне докладывается, где мы находимся. У нас есть подъем, но он и является угрожающим. У нас нет ни одного строения, которое подтоплено, ни одного сегодня нет населенного пункта, которому угрожает подтопление. При этой ситуации она необычная. Я поинтересовался у наших специалистов и старожил, и мне об этом сказали. Они сказали, что такой уровень подтопления был примерно в 2004 году. Они считают его достаточно высоким. Мы должны не только мониторить ситуацию, но сейчас на стадии реализации данного проекта точно совершенно оценивать последствия и продолжать этим заниматься до момента полной реализации. Ничего, кроме как сохранения, ничего, кроме как того, чтобы наша река Дон оставалась кормилицей, никакой другой задачи у нас не стоит. Мы также должны обеспечивать водоснабжение, мелиорацию, рыбы. Мы должны выпускать достаточное количество, восстанавливать ее. Значит, соответственно, судоходство, эта экономика и так далее, и так далее. Но, еще раз повторюсь, впереди всех вопросов, которых я говорю, стоит вопрос экологии, природопользования и нормального самочувствия жителей Ростовской области. Ну, как вы правильно заметили, все равно будут противники и после строительства. Ну, как бы жизнь сама заставляет, вынуждает этот проект осуществлять, потому что иначе просто невозможно. У меня такой вопрос. В конце апреля вы провели новую встречу с активом Общероссийского народного фронта. И еще также состоялся традиционный, уже традиционный интерактивный прием жителей области. Какие вопросы чаще всего интересуют людей? Ну, если говорить о встрече с ОНФ, я удовлетворен нашим общением. Оно не последнее и не первое. Вопросы, которые задавали мне представители Народного фронта, они такие жизненные, каждодневные, рассматриваемые. Я бы выделил с них вопросы качества дорог. Мы с ними обсуждали эти вопросы достаточно предметно. Вопросы жилищно-коммунального хозяйства. Мы обсуждали вопросы работы по очистке территории области от несанкционированных свалок. Вопросы лекарственного обеспечения и медицинского обслуживания жителей области. Мы говорили в том числе о вопросах, связанных с реализацией ряда программ на территории региона, которые обеспечивают, на самом деле, рост экономики и стабильное состояние в экономике в Ростовской области. И, как всегда, много вопросов социальной направленности, деятельности учреждений социального блока. Если говорить о интерактивном приеме, это тоже такая традиция. Я раз в месяц встречаюсь с жителями области, которые из дома могут связаться с губернатором и задать свои вопросы. Основная часть из них – это все-таки личные вопросы. Когда человек решает какой-то личный вопрос, но это адресной помощи, социальной помощи, медицинской помощи. В то же время неравнодушные люди также возвращаются к некоторым вопросам, связанным с обеспечением инженерной инфраструктуры, газификацией своих территорий, водоснабжением своих территорий. Из разных концов, из всех районов и городов, вот за последние три года таких приемов было 35, и в них приняло участие 315 людей, жителей области, которые задали свои вопросы. Примерно 73% вопросов решаются достаточно быстро. Остальная часть требует большего внимания, но в течение примерно первого месяца рассматриваются вопросы индивидуального личного характера, потому что их возможность решить больше, а другие несколько больше, но тем не менее на сегодняшний день из 315, 73% уже решены. Я считаю, что это неплохо, но над этим нужно постоянно работать, потому что людей беспокоит очень много. От проблем личных до проблем, которые касаются жителей конкретных территорий и даже больших территорий в области. Ну, то есть надо еще постараться человеку попасть на интерактивный прием. Это 10 человек за один прием, как я посчитал. Да, примерно 10 человек, но вопросы, которые задаются, это же учитываются-то все обращения. Если люди не оказались на приеме, а таких в целом за 3 года было порядка 620 обращений, они автоматом переходят в работу в соответствующее министерство. То есть они в любом случае ответы получают? 100% и ответы, и решения. Там тоже процент решения вопросов порядка 70%. Я надеюсь, что мы как минимум сохраним такой коэффициент полезного действия, ну а желательно это будем добавлять. Нужно искать решение. Спасибо. Василий Юрьевич, через несколько дней все мы будем отмечать самый значимый праздник в истории нашей страны. Это День Победы. Расскажите, как он планируется на Дану? Ну, вы знаете, наверное, нет на стране семьи, и песни такие есть, и стихи об этом есть, которые бы не потеряли своих родственников, родных и близких в годы Великой Отечественной войны. Это была страшная война, десятки миллионов людей, к сожалению, погибли. И очевидно, что праздник 9 мая всегда будет главным. Мы вспоминаем дедов, прадедов, тех, кто защитил страну нашу. Мероприятий, которые запланированы по плану региона, их достаточно много, более 30 на территории области пройдет. В каждом муниципальном образовании есть свои муниципальные программы и планы. У нас совпал праздник 9 мая или подготовка к нему еще с одним событием, столетием Южного военного округа. И практически начиная в конце апреля идут те или иные мероприятия, которые связаны с 9 мая. Первым из них было открытие бюста Александру Печерскому, нашему земляку, как известно, который организовал восстание в концлагере Сабибор. И это тоже в череде этих событий. В ближайшее время мы планируем продолжить эти мероприятия, но очень важно, чтобы мы, организуя праздники, на самом деле, точно помнили, что одной из важных задач, принципиальных задач, это все-таки и память о людях, о наших защитниках, и поддержка тех, кто сегодня еще жив. Поэтому это события, которые в госпитале для ветеранов Великой Отечественной войны проходят. Это проведение праздничных шествий, это парад победы традиционный, это бессмертный полк. Смотри, какая интересная история. Несколько лет назад, в 2013 году, в колонии бессмертного полка проходило полторы тысячи человек. В прошлом году восемь лет. Организаторы, которые этим занимаются, мне говорят, что в этом году будет больше. Ну, вот эта народная человеческая память, это очень здорово. В колоннах идут молодые, совсем маленькие граждане нашей страны, уже ветераны, и их становится все больше и больше. И это проходит не только в столице нашей области, но и в городах, районах. Поэтому мы обязательно будем честовать ветеранов всех, обязательно вспомним. Надеюсь, что везде, в каждой точке Ростовской области не забудут ни об одном человеке, который воевал в те годы. И сегодня жив, к сожалению, их становится все меньше, значит, внимания должно быть все больше. Например, в городе Азове мы откроем первый обелиск Азову как городу воинской доблести. С прошлого года такие введены звания. Да, у нас появились города воинской доблести, рубежи воинской доблести. Первым, где будет установлена эта стела, будет город Азов. И далее, это уже по традиции, мы будем ежегодно продолжать эту работу. В августе месяце, как раз к 75-летию освобождения Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков, будут открыты еще такие обелиски в ряде территорий. Ну, собственно говоря, претенденты города и муниципальное образование все достаточно активны. И каждый из них показывает, я говорю о активе, о людях, которые этим занимаются, что они имеют право на такое звание. Поэтому ежегодно мы присваиваем нескольким территориям такие звания. Всего мероприятий вряд ли можно учесть большого количества, потому что они ведь идут не только по линии органов власти, они идут и в конкретных коллективах, предприятиях, организациях, школах. Их будет очень много. Вот по докладу руководства Главного управления внутренних дел, только в Ростовской области в этих самых разных предприятиях принят участие более 2 миллионов человек. Каждый второй житель Ростовской области. Так что у нас масса работы, и в то же время главные из них это люди, наши защитники и наши победители. – Василий Юрьевич, скажите, пожалуйста, а к Дню Победы будут приведены в порядок уже существующие памятники, монументы? И интересно, как продвигается работа над созданием военно-исторического комплекса «Собекский высот». – Ну, во-первых, эта работа тоже постоянная, значит, и каждый год нам приходится такие вопросы решать. Вот до 2020 года, насколько мне известно, 35 монументов должны быть приведены в порядок. Ну, возможно, их коллекция изменится, потому что каждый раз оценивается. Эта работа, кстати, как раз ОНФ-овцы этот вопрос подняли точнее, показали несколько памятников, которые находятся в не очень хорошем состоянии. И мне пришлось буквально вчера на оперативном совещании обострить эту тему. Оно проводилось в видеорежиме, и все главы городов-районов это слышали. Я дал поручение в ближайшее время просто проревизировать те памятники, те территории, по которым была информация. Надеюсь, что руководители городов-районов быстро сработают. Но задача стоит в том, чтобы постоянно их поддерживать. У нас есть, например, некоторые монументы, где когда-то горел вечный огонь, а сегодня не горит. Или горит, но по праздникам, например, когда специально его сжигают и так далее. И такое возможно. Это специально создают такие, но если он был создан для того, чтобы вечный огонь там горел всегда, нужно с этим заниматься. И мы приняли решение после этой ревизии посмотреть, что нужно изменить для того, чтобы эту работу провести. В общем, я могу точно сказать и уверен в этом, что ни один памятник, ни одна могила брошенным быть не могут. И далеко не всегда нужно вкладывать очень большие деньги в то, чтобы что-то сделать грандиозное. Я думаю, правильно постоянно за этим ухаживать. И сохранить это в порядке, в чистоте. Там должны быть высажены цветы. Потому что мы туда приходим и кланяемся этим людям, говорим им спасибо за то, что живем. Что касается Саббекских высот, ну вот такая серьезная работа, она уже началась. Мы планируем в активную фазу войти в ближайшее время. Сегодня объем пожертвований, которые внесены на фонд, более 220 миллионов рублей. Это не только территория самого музея, или, как мы говорим, сегодня народного военно-исторического комплекса. Это целый комплекс сооружений, площадок. Нам пришлось даже скорректировать проект. Мы и сейчас этим занимаемся. Появится летний кинотеатр на территории, появится часовня, появится аллея памяти в этом месте. Понятно, сам музей, возможность людей приехать туда с семьей, провести какое-то время. А что изменилось принципиально, я надеюсь, что мы синхронизируем эту работу рядом с этой частью музейной. Кстати, вот там, на Саббекских высотах, в том числе и там сложилась ситуация, когда вечный огонь горит не всегда. Но теперь он будет гореть всегда, когда мы завершим строительство музея. Мы там как раз реконструируем систему газоснабжения, подводку газа, когда он будет всегда гореть. Там появится цветущий парк или цветущий сад, который должен свести как раз вот 9 мая, как это было 73 года назад. А рядом появится еще новая зона. Мы работаем сейчас с Министерством обороны, с Южным военным округом. Появится парк Патриот. Значит, участок земли, который будет для этого передан, это примерно 19 гектар земли, дополнительно к той части, которую будет занимать музей. Так что мы вместе с нашими военными занимаемся этой работой. И Министерство обороны, и министр обороны конкретно поддерживают это решение. Задача попробовать реализовать весь этот проект до 2020 года. Музей не обсуждается. Наша задача сделать как раз до 2020 года. Но вот с учетом новых задач мы сейчас будем корректировать и оценивать возможности свои. Василий Юрьевич, Вы упомянули «Бессмертный полк», эту акцию, и с каждым годом участников становится все больше. Вы всегда принимаете участие, иногда даже со своими внуками. Пойдете ли в этом году? И второй вопрос. Есть ли в Вашей семье, ну наверняка есть, какая-то история связанная с Великой Отечественной и с Победой? Ну пойду. Это не обсуждается. И пойду с внуками, кстати. Наверное, с внуком и с внучкой. История есть в каждой семье, как я уже сказал. Если говорить о войне, то дед погиб 15 сентября 1942 года в районе города Старая Русса, в Новгородской области тогда. Это как раз кольцо вокруг Ленинграда. Я узнал об этом в 2009 году. Точнее, что я узнал точное место захоронения деда в 2009 году. И вместе с отцом съездил в это место. И он прикрутил табличку как раз с одним из моих детей. Значит, и сделав это, сказал сын, а вот ты теперь все сделал в жизни. Нашел могилу отца. Это здорово. Это ощущение очень волнующее. И когда мы узнаем с каждым годом все больше имен наших героев, значит, мы выполняем заветы великого полководца Суворова. Пока не захоронен последний солдат, война не закончилась. Ну, а все остальное, это, конечно, воспоминания и родителей, и воспоминания и дедушки, и бабушки, когда они были живы. Потому что родители были в оккупации несколько лет здесь, на территории Ростовской области. И часто мне рассказывали в свое время, а сейчас я им сам лишний раз задаю вопросы, для того, чтобы некоторые вещи не забыть. Как все было и как было, когда наступила победа или когда наша область была освобождена. Она, кстати, была освобождена одной из трех последних областей на территории Советского Союза, значит, и это вот такой факт тоже интересный. Вот, поэтому в нашей семье День Победы, как и в другой, в любой другой семье, это великий праздник. И таковым он наверняка должен оставаться всегда. И это мы должны передать своим детям. Ну, только для того, чтобы наши дети, особенно внуки, когда-нибудь не спросили, а кто все-таки победил в этой войне? Как сегодня пытаются некоторые политики создать ситуацию, сказать, ну вот, да, победили. Но ведь мы понимаем, что Советский Союз, именно Советская Армия в те годы понесла самые сокрушительные потери и самые сокрушительные победы именно она сделала. Это никогда не нужно забывать. Поэтому я сегодня, пользуясь возможностью, хотел бы, может быть, еще раз сказать о том, что мы должны помнить, что память у нас должна быть. Ну и, конечно, поздравить с этим прекрасным праздником, великим праздником всех жителей Ростовской области. Спасибо, Василий Юрьевич. Мы тоже присоединяемся и поздравляем всех с наступающим праздником. На этом мы завершаем нашу программу. Я напомню, что мы беседовали с губернатором Ростовской области Василием Голубевым. Мы – это главные редакторы холдинга «Дон Медиа» Анастасия Натальевич, Инна Панфилова и Виктор Серпионов. Спасибо. До встречи через месяц. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok